Сотрудники батальона особого назначения и других подразделений одесской полиции стали донорами для пострадавших в зоне АТО и пациентов военного госпиталя. Подробнее смотрите в сюжете Надежды Бондаренко. В Одесской областной станции переливания крови сегодня тесно и многолюдно. Это инспектор батальона полиции особого назначения Андрей Урлапов. Он вместе с коллегами пришел сегодня сдать кровь. Для него это уже пятое донорство. Сегодня я здесь пятый раз. До почетного донора еще далеко. До сорока. Стараюсь сдавать раз в полгода. Сегодня у нас еще будет бег три километра. Я думаю, я откажусь. А может быть и пробегу. Ну да как врачи сказали, посоветую с ними. Сегодня полицейские издают кровь для Одесского военного госпиталя. Там часто нуждаются в донорской помощи. Мы понимаем, что это маленькая капля в море, но если каждый будет так делать регулярно, как мы это делаем, это несет определенную лепту и помощь для наших бойцов, которые защищают нашу страну. По словам заведующей отделом заготовки крови, ежедневно на станцию переливания приходит около 50 доноров. Сегодня силами сотрудников нацполиции запасы крови пополнятся еще на 15-17 литров. Есть две разные процедуры. Одна это сдача крови 450 мл, и вторая это плазма ФРС. Там есть 450 и 600 мл. Отличие только в том, что кровь сдается раз в два месяца, а плазма можно сдавать каждые 10 дней. По словам работников Управления общественной безопасности, сегодняшняя акция останет своеобразной эстафетой, которую они передадут другим подразделениям полиции.